Итак, всем привет, я Артём Петров. Сегодня это новое прохождение, прохождение игры в CTZMATION 2. Это игра, которая при помощи, ну, градостроительный симулятор, в котором можно строить всякие транспортные вещи. Офигенно объяснил, но не суть. Эта игра крайне недооценена. У неё есть популярный аналог CTZMATION 1, потому что она поддерживает моды. Но мне нравится больше MATION 2. Объясню по ходу игры. Так, начну с кампании. Может быть, даже одновременно с этим буду показывать, как надо играть, в принципе, в эту игру CTZMATION 2. Я когда-то в неё попытался играть, но ничего интересного не получилось. Кампания. Вдохновённая Европой, мы любим туристов. Европейские карты здесь получше будут, чем, нежели стандартные, вот эти вот, якобы американские. Итак, выберу, мы любим туристов, потому что европейские, самое нормальное. И уровень сложности сделал эксперт. Ох, блин, я же. Ну, не прям профессионал-профессионал. Сверх крутой. Ну, а нормально. Поехали. Вот, загрузились. Так, а что за лагерь? 15 ПС чуть. А, всё, ну, прогружается, наверное. Хотя, вот так, если смотреть, то, что, 18 ПС. Ладно. Думаю, пока не суть. У нас два задания. Меня, как делаю, я, Энни Марси, соответственно, фу, что-то я не тот считаю. Владельцы отеля. Туризм является важной частью экономики нашего города. Убедись, что всем нашим гражданам доступен транспортный расчёт. И город расчёт и остаётся интересным для наших туристов. Уличить покрытие на 15%, уличить население на 30%. И мне за это дадут 4 тысячи. 4 800. Привет, у меня небольшая просьба, мои друзья. И я подумаю, что было бы неплохо осмотреть городские достопримечательности. Мы бы очень хотели, чтобы вы открыли новые туристические линии. Я уверен, это принесёт вам кучу денег. Сработало 55% репутации среди туристов. Кстати, это, по-моему, сложно. Потому что репутация, она вообще как-то странно работает в этой игре. 600 дадут. Так. Во-первых, я немножечко снижу графику. Понять с ними, как это работает. Но почему-то... Чем ниже графика, тем тоже ниже FPS. То есть нормально работает, например, если тени низкие, а не выключены. Но не суть. Итак. Для начала... Ну, как я советую играть. Для начала стоит, наверное, сделать линию какую-нибудь основную. Не думаю, что хорошая идея метро сразу делать, например. Вот моё предложение. Ну, я предлагаю, например, трамвай пустить по очень незагруженным местам. А также попробовать его одновременно соединить район. Вот этот вот. С вот этим пригородом. Этот пригород, конечно, так себе будет окупаться. Но попробовать можно. И, возможно, даже появятся вот две линии. То есть... Мышки у меня, по-моему, не видно. Ну ладно, я просто пока начну делать. То есть это будет трамвай. Наверное, пока мелко ему. Где бы поставить, чтобы... Ставить советую, кстати, тоже не впритык к линии. То есть не вот так вот. И много перегрёстков создавать тоже не советую. Вот что-то я не вижу хороших мест. Таких мест, чтобы... Короче, мне нужно соединить между вот этими двумя улицами. Депо поставить. Так будет удобнее, в принципе. Что это вообще за здание? Что-то я вообще не видел раньше. Ну, такое себе дело будет с ливой, честно. Так. ПКМ так себе вертит, так что советую. Так, это карта. Блин, выложил. А, плюс-минус. Нам падает. Ладно, пусть будет тут. Один дом потратил. И восемь машин влезает. Что-то, кстати, маловато. Я думал, побольше будет. И строят вам маленькие. Так вот. Не знаю, как конкретно стоит мне пускать линии. Первый маршрут я вот так пущу. Потому что есть два типа запуска. Линих конкретно. Либо. Что-то запутался. Ну, слова запутались. Короче, либо пустить от депо до депо. Либо от первой остановки до последней первой остановки. Тогда линия закольцуется и будут появиться, так сказать, реальные конечные. Но тогда транспорт очень сильно тупит. Не, может попробовать, кстати, и все-таки, да. Как-нибудь. Это нормально. И вот это, кстати, очень некрасиво, когда много перекрестков. Тем более, вагоны хочу вот такие вот пустить. Какие-нибудь крупные. Ну, очень много перекрестков. Прямо через чуток. Поворачиваю тогда сюда. Через промзону. И. Пути метрополитена. И соединяю его с... С этой улицей. Надо как-нибудь покрасивше. Ты чё, единая, к закрытию? И еще появилось равно. Привет, я Энди. Я слепой. Я связываюсь с вами, чтобы предложить сделку. Продолжить сделку. Дешевле, чем спагетти. Позволит вам приобрести речные трамваи и получить шансы... Получить часть денег назад. Это станет сделкой номер один для вашей компании. Подпишите и подарок получите. Яблоко. Чтобы меньше болеть. Я хотел бы отметить, что так как я слепой, я несу ответственность за наличие и отсутствие воды поверхности пригородной для использования... Короче, я не знаю, чё это. Зачем? Купить два речных трамвая. И мне дадут косарь. Ну, такое себе, кстати. А я чё нашёл? А чё он сейчас? Там отмена, чё ли, была? Я чё-то на меня смотрю. О, блин. Типа, я пока не вижу смысла какого-то конкретного речного трамвая покупать. Так. Почему я взял путь метрополитена? Игра, чем хороша, она поддерживает пути метрополитена, как трамвайные линии. То есть это такая пригородная дорога будет, такая связь. Надо куда-нибудь пустить... Ну, в принципе, до конца может по главной улице. Не вижу ничего плохого. Вот так вот. А, у меня деньги кончились, по-моему. Или нет? Да, деньги кончились. Я чё-то не заметил. Блин. Чё делать? Если чё, я перед этим не тренировался. Если взял кредит взять. Такой, небольшой. Блин, я ещё остановки на... Я ещё транспорт не купил. Блин, как-то неловко вышло. Надо вспомнить, где ещё какой-то кредит брать. А, вот так вот. Сумма кредита. Ну, да, здесь... Ежемесячный процент на старт. Ну, ненадолго. На одну неделю. Возьму... 136. Или это 136 тысяч. Хотя, блин, чё-то вообще как-то странно. Ладно. Да всё, беру кредит. Помощи, когда нет. Ну всё, надо где-то закольцевать уже. Маршрут закончить. Прикольно. А. А нафиг кредит делал. Это уже одностар... Блин, вот это я тупой. Глупый. Ну ладно, я думаю, что... Особо не помешается. Я чё-то прям... Даже сначала не заметил. Что тут? Чё-то не очень было. А чё он... А, это тоже тут однополосная дорога. Просто она. Ладно. Пусть тогда вот такой вот будет. Поворот. Я не знаю, зачем здесь односторонняя дорога. К какому... Лешего, так сказать. Из-за этого я даже не заметил, что там вообще, в принципе, идёт односторонняя. Я взял кредит бешеный. Ну ладно. И каково смысл здесь, в односторонней дороге. Причём в ту сторону. Чё-то как-то вообще не понятно. Ну ладно. Будет, что будет. Зато побольше взял. Такой большой охват взял. Сделал. Всё, ставим установки. Можно, в принципе, сам дешёвый ставить. Не думаю, что смысл есть. Не, ну то, как я тупанул, блин. Это, конечно, сильное заявление. А, и уже пробки. Я даже не успел начать. Значит, как-нибудь... С одной стороны надо ближе к перекрёсткам. С другой стороны... Ближе к перекрёсткам он создаёт много багов, ошибок. Как это я не сюда поставил. Не советую туда ставить, потому что снос тоже платный. Всё равно идёт выйти плюс, кстати. На трамваях. Трамваи, кстати, наверное, стоят такие читерские брать. Есть читерские вагоны, которые что-то по типу Татры. 4Т, которые сочленённые. Вот у них почему-то очень много места в салоне. Пассажиров мешают. Вот так-нибудь, вот так вот. Остановки. Вот так вот. Главное не в меж перекрёсток вставлять. Так, сводская часть. И, наверное, ближе к перекрёсткам. Так будет просто правильнее. И эта улица, кстати, такая себе. Ладно, можно вот тут. Стоит ещё вот это вот сделать. По типу пересадки. Так, ну в эту сторону я сделал. В эту сторону тоже. Как сразу в ту сторону. Так же сюда. Сюда. Здесь. Можно паузовать. Так, теперь какие брать вагоны? Вагонов здесь очень много. Это последний DLC. Вот Татра 4М. Оно очень читерский. Хотя бы 40 мест. Сколько в этих местах? 17. Ну, прям как в Газилях. Думаю, что штук... Ну, 8 вмещает депо. Так что можно. Хотя депо можно обновить. Если понадобится. Так что беру штук в этих. Всё, депо переполнен. Ну всё, создаём линию. Списать линию, ставлю на паузе. Потому что нынче будет. Тормоза. Наверное, сначала наверх. Будут линии тогда от депо до депо. То есть, проехался налево, проехался направо и в депо. Потому что так меньше вызывает лагов. В смысле? А, куда? Я уже подумал, что что-то не то сделал. Насал на уже, так сказать. Вот, можно. Очень непонятная дорога здесь. Ну, почему бы и нет. Я вообще планировал по этой главной дороге прям до конца довести. Но тогда бы вот эта вот территория осталась бы в стороне. Так что, наверное, вот это всё-таки правильно поступил. Короче, чем эта игра недооценена? В этой игре очень много багов. Очень много каких-то непонятных моментов. Игра часто тормозит. Часто какие-то весняки. И автосохранения нет. Так что, наверное, автосохранимся. Так, это... В... Те игры от предыдущих. Я часто не вот так вот играю, не в песочницу. И, наверное, да, кризису таки стрим взял. Но откуда-то я знал, что там такая дорога. Так, и сразу. Расписание. Сразу пользуюсь детскими. Первый выпуск я ставлю обычно на 5 утра. Последний выпуск, ну, 23.50. Ну, может, полночь. Интервал какой-нибудь надо. Приемлемый, что ли. Ну-ка, если вот так следует. Так, нет, 19 машин это много. Не-не-не. Надо сделать так, чтобы было 8 машин. 4. 15. Ну, может, в принципе, докупить. И, наверное, все-таки обновить на трубку. Потому что 8 машин что-то это реально... Тем более, линия у нее огромная. И меньше 12 машин что-то не становится. Наверное, кстати, пользовательское расписание это... Наверное, да, все-таки. То есть, по умолчанию, наверное, рабочие дни. Так же сделать выпуск. 5 машин. Ну, в 5 утра, в смысле. Последний, 22. Интервал. Утром. Так же. Ну, утренний это час пик, значит. Так что можно, в принципе, от 7 до 8. Интервал побольше. А, в смысле, поменьше пинтервал. Потому что, ну, чем меньше время, тем меньше ожидания. Вечерний пик, наверное, так же. Ну, когда 18. Интервал. Так же. Выходные я оставлю. Ночью. Оставлю. Все, можно выезжать. Ну, вот, линия выглядит следующим образом. Сколько она там километров? 16 километров. Связывает два района. Городской, городскую часть и пригород. Что хорошо. Так же, наверное, одновременно с этим стоит создать автобусную линию. Можно как бы трамвайную сделать от... Я вот как рассчитывал трамвайную линию от вот этой вот дороги. Где-нибудь до сюда. До парка, может быть, даже до заводов. И так же отсюда. Тоже до заводов, до пригорода. Связать. Тем самым связав существующую линию. Так, непонятно, что он не выходит. Выезжай. Деньги на обслуживание тают. Пассажиров. Ну, либо там пустить просто автобус, но не париться, на самом деле. И, кстати, вот первые люди уже ожидают. Немного, но ожидают. Здесь такая себе линия получилась. Вот все, первые две машины выехали. Давайте последим. Как он будет ездить? Куда он будет? Так, первые три человека зашли. Наверное, стоило все-таки остановки по понтове делать. Потому что что-то им хочется именно такие самые крутые остановки иметь. У себя в распоряжении, в ходьбе. И да, вот минус метки перекрестков. Трамвай выходит пешеходом. Ну, выходит кормой на пешеходный переход и мешает пройти. И зачем-то разрабы добавили коллизию людям. Ну, не коллизию, но, короче, возможности обходить. Типа нельзя было просто насквозь пройти и не париться. Нет, добавили, и это настолько криво добавили, что частенько вокруг трамвая образуется такой хоровод, и трамвай застревает, и не может ехать. Вот, пока трамвай едет. Можно посмотреть, как он там. Ну, плюс 20. А, еще расходы бешеные. Наверное, надо еще поинтереснее что-то сделать. А пока темнеет, кстати. Не, ну, людей побольше уже прям ожидает. Наверное, уйду на паузу и посмотрим, что появится. Также чуть не забыл. Нужно билеты. Следить за билетами, чтобы они не дешевели. Стоимость билетов. Ну, пока, кстати, нормально. Но от этого тоже много зависит. Как бы цены. Как бы все такое. Так что стоит за этим следить, послеживать. Забивать не стоит. Потому что слишком дорогие билеты. Мало кто будет пользоваться транспортом. А слишком дешевые. Это будут кататься люди, которым... Которые друг... В общем, бомжи кататься будут. И нормальным людям, типа, всяким офисным работникам, там все такое. Им будет неприятно лицезреть такие вещи. Так что следить стоит. И еще задание появилось. Позвольте сказать, ваш город воскритительный. Я посмотрел достопримечательно. А, смотрел. Женщина говорит. Спасибо. Достопримечательно бесконечно. Но, к сожалению, весь город я смотреть не могу. Не хватает маршрутов. Можете создать один. Блин, 850. Ну, мало. Ну, ладно. А, стоп. От хвостя. Костел. До костела. Где они? А, ну, кольцевой что ли сделать? Кольцевые маршруты я не советую все-таки злоупотреблять. Ну, а трамваи очень много хавают. Так что, наверное, стоит даже, не знаю, тем более до этого города еще далеко доходить. От него идти и идти. Но, кстати, трамваем что-то мало пользуются, на самом деле. Наверное, стоит это разбавить автобусными маршрутами. Так что, я создал где-нибудь автобусные. Сколько мест? Вместимость 10, вместимость 20. Ну, какой-нибудь здесь поставить. Прям вместо памятного. Купить какие-нибудь автобусы, какие-нибудь прям совсем банальные. Да, и вот этот баг еще есть. Когда сквозь интерфейс карта летает. Тут 87% на 6. Ну, какой-нибудь автобус, типа, поинтереснее. 18, вместо 20. Ну, советую, кстати, еще брать именно не гармошковые. Не гармошки. Не брать баяны, в общем. Так, остановки. Может, кстати, в остановках делать, потому что все-таки цена. Хотя цена... Ну, 60, она не такая уже. Прилегательность есть, 350. 92%. Можно, кстати, обновить остановки. Наверное, я этим займусь все-таки. Ну, на паузу я обновлюсь. Ну вот, обновил обстановки. Выглядят они теперь следующим образом. Довольно-таки красивые. И возможен будет приток людей. Потому что людям... Ну, это привлекательная остановка 90% вместо 50%. Снимают паузу. Транспортов чего-то очень много. Не по основным и эстральным катались. Вообще, откуда вы беретесь? Такие красивые. Да, наверное, срочно... Да, все-таки срочно нужен автобус. Соединю-ка. Основные районы города. Может, даже между районами. И город устроен так, чтобы фактически... Ну, очень мало прямых дорог. Так что вот ставлю... Примерные остановки. Вот, на паузу могу сделать что-то. Я опять кое-что не учел. Оказывается, здесь односторонняя дорога. Ну, в принципе, ничего страшного. Потому что здесь очень удобный заезд выезд. Может быть, даже это к лучшему будет. Так что я не буду туда пускать автобус. Конкретно вдаль. Ну, пока... Вот, следующее. Пока пустил линию в пригород. И как-то, кстати говоря, промышленные здания им не особо интересны, как место приезда. Так что, в принципе, можно. Ничего страшного. Наверное, устать ужасно. Начну же устать. Вот так вот. В принципе, дублировать трамвай. Ничего страшного. Ну, и куда-нибудь сюда поеду. На паузу. Ну, вот. Получился маршрут следующего вида. Линия просто копируется с трамвая. Ну, ничего страшного. Вот. Пусть выезжает. Много, конечно, поворотов крутых, например, вот здесь вот. Не советую, в принципе, вот это вот такое делать. Вот так творить. Так, еще выдохновение. Я, Дэн. У меня в своей арт-галерее в городе была часть принимать у меня церемонию открытия новой выставки, на которой будут стекаться гости своего света. Однако, я немного беспокоюсь о транспортной ситуации в городе. Могли бы вы предоставить нам маршрут, надежно связывающий бы отель, в котором будет жить гость и мой галерея. Галерея. Так, художественная галерея. 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 Там уже будет в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Хочу посмотреть на... О, уже переполненный трамвай. Выглядит это уже следующим образом. Довольно-то красиво. Переполненный трамвай. Кстати, советую одновременно с этим допускать перегрузку 100%. Типа, вместо 40 уже будет 80 человек брать. Ну, все, спасибо за просмотр. Еще раз вставьте лайки, подписывайтесь. Ждите новой серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok